А вот другая реформа, которую уже полгода готовит Министерство образования, все еще под вопросом. Судьба школ-интернатов по-прежнему туманна. Сегодня эту тему обсуждали сразу две парламентские комиссии. Ранее Министерство решило, что число интернатов в Латвии нужно сократить наполовину. Но подробностей до сих пор нет. Чтобы добраться до Сейма, директор школы-интерната Вайниуда приходится провести в дороге более двух часов. И так каждый раз, когда в парламенте решают судьбу школ-интернатов. И более двух с половиной тысяч детей, которые в них учатся. По плану Министерства образования, интернаты реорганизуют. Из нынешних 15 по всей стране останется не больше половины. В каждом будут учиться более 300 детей. Каждый, кто бывал в школе-интернате, понимает, что при 300 учащихся нужен большой забор. Если сейчас наш интернат упрекает в том, что мы нанимали полицейского, то при 300 учащихся нам понадобится целая рота. Это всё очень серьёзно. По данным Министерства образования, сейчас такое большое количество учеников лежит в двух интернатах в Кандове и Риге. Причём часть школьников не из того самоуправления, где расположено учреждение. Оплатить за их содержание вынужден именно муниципалитет. В министерстве надеются, учеников-интернатов станет меньше. В общей сложности у нас есть 28 самоуправлений, в том числе два больших города. Даугав, Пилс и Резыгны, в которых нет детей, которые находились бы в интернатах. Очевидно, в этих самоуправлениях знают, как решить вопрос помощи семьям, которые находятся в зоне социального риска. В профсоюзе педагогов понимает, что вслед за реорганизацией интернатов последует и увольнение учителей. Очень много таких, можно сказать, с одной стороны простых, но с другой стороны важных вопросов. Например, какая цель в будущем интернат-школам, какие функции они будут обеспечивать. И из того, конечно, зависит, что с детьми, каким принципам детей отправляют в интернат-школах. Исследователи Минобразования говорят, после реорганизации интернатов многие дети все же пойдут учиться в местные общеобразовательные школы. Готовы ли к такому повороту сами школы, неизвестно. Как неизвестно и то, когда в деле появится хоть какая-то ясность. Никаких сроков перед рабочей группой министерства не стоит.